доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели снова мы на финансовых рынках и в данном случае подводим итоги вчерашнего дня фундаментально насыщенного у нас было два заседания заседания федрезерва и банка канады и в целом позиционно мы по решениям получили то что нам было нужно ставка федрезерва снижена соответственно мы продолжаем верить в развитие вектора исключительно нисходящего по доллару и в принципе если оценить сейчас динамику и индекса американской валюты стало ясно и очевидно что действительно доллар будет переписывать многомесячные минимумы но я думаю что другого и не дано при такой монетарной политики и очевидных на мой взгляд планах федрезерва не отказываться от вот этого вектора который предполагает дальнейшее смягчение монетарного режима что касается банка канады на снижение ставки мы не рассчитывали но мы ждали комментариев которые позволят нам четко говорить о том что это решение будет все-таки принято если не в самом конце 2019 года то пожалуй в начале 20 и то риторика которая принципе была обозначена спровоцировала друзья ослабление а курса канадского доллара и сейчас позволяет нам говорить о том что мы скорее всего имеем дело не просто с каким-то техническим разворотом либо временным переходом инициативы от собственно покупателей продавцам мы скорее всего будем и дальше наблюдать развитие роста по доллару канадцу с уходом там в район планки 1 35 ну ладно давайте обо всем подробнее начнем традиционность нефтянки которая держится выше 60 долларов за баррель до тех пор пока мы констатируем эти уровни я даже не буду зарекаться и намекать о возможности развития снижения открытия коротких позиций для меня по-прежнему очевидным является тот факт что на рынке больше наверное факторов которые локально должны сейчас позволять зацепиться именно за развитие роста ну во первых у нас фид резервов со снижением процентной ставки и ослаблением курса доллара я рассказывал что снижение курса американской валюты априори должно поддерживать стоимость сериевых активов я цена номинирована как раз в баксах второй момент мы следим за тем как обстоят дела в отношениях сша и китая и на рынке в последние дни действительно было очень много позитивных комментариев вот вспомним только последнее заявление трампа о том что он абсолютно уверен в том что ему удастся провести конструктивное обсуждение деталей будущего соглашения на а встречи с сидень пинем собственно на саммите от с в чили также есть информация о том что штаты для подтверждения как бы серьезности намерения и готовности выйти на соглашение сейчас прорабатывают а список китайских товаров которые будут освобождены от импортных пошлин похоже риторика ранее звучала от китайской стороны которые также выражают большие надежды на вот этот ноябрьский саммит который состоится в середине месяца относительно друзья скоро поэтому возможно мы в ноябре будем лицезреть и развязку от этого торгового конфликта который продолжается очень и очень много времени я уже не раз говорил что я склонен пока что отыгрывать позитив до собственно наступление самого события знаете как классическая рыночная практика и логика покупай на желаниях продавай на фактах напоминаю что в этом году уже не менее десяти раз а сша и китай пытались подписать торговое соглашение однако ввоз и ныне там прогресса нету и нас травят каждый раз а историями и байками о том что в ходе следующего раунда переговоров какой-то позитив удастся выработать ну ладно живем в общем ноябрьский саммит пока что для рисковых активов возможно это позитивный фактор в отношении нефтянки я думаю что будем держаться выше 60 по данным по запасам которые вышли вчера отчет разочаровал мы в принципе увидели статистику со знаком плюс хотя рассчитывали на то что запасы снизится но запасы бензина дистиллятов резко снизились они компенсировали рост запасов нефти поэтому как бы этот новостной фон и этот блок статистики он сам себя и нивелировал дальше доллар иена 108 65 напомню что до заседания федрезерва вышел отчет по американскому рынку труда слабые цифры 125 тысяч новых рабочих мест до удручающе плохого показателя пересмотрен отчет по созданию количества новых рабочих мест за позапрошлый месяц он был пересмотрен до девяносто трех тысяч друзья это просто ничтожнейший показатель темпы экономического роста предварительно за третий квартал ниже чем оценка предыдущего квартала с 2 до 1 9 в целом прогноз был еще ниже но все равно не вышли на планку выше двух процентов поэтому я считаю что наверное это больше даже негатив доходность американских облигаций со мной согласны потому что после выхода этих данных мы видели развитие нисходящей динамики переключились опять же на заседание федрезерва дождались решения в процентной ставке и снизили как и было обещано и по очередной раз обозначил что риски для экономики остаются понижательными соответственно если конъюнтура будет ухудшаться то фрс как и всегда готов действовать и дальше как угодно сейчас можно трактовать эти слова я думаю что те кто хотел бы в этом заседании увидеть возможности для роста доллара сейчас будут уповать на то что фрс анонсировал завершение как бы вот этого агрессивного подхода к смягчению монетарной политики больше снижать ставки не будет это не так друзья я разобрал все тезисы которые были прозвучали от паула посмотрел и нас сопроводительное заявление никаких намеков на основании которых мы должны были бы сделать вывод о том что фрс откажется от мягкой экономической политики не было поэтому нам остается дождаться сейчас своего рода вишенки на торте в виде заявлений трампа который обычно через несколько дней комментирует итоги прошедшего заседания федрезерва а риторика нам известно фрс обязан более агрессивно снижать процентные ставки ждем снижение доллара друзья это на мой взгляд тоже очевидный вектор при такой монетарной политики и ждем пару доллар иена ниже уровня 108 золото на слабости индекса доллара выросло 1500 долларов за тройскую практически уже сейчас цели выше вам известно евро против доллара 1161 в целом вчерашняя слабость локальная вызванная решением федрезерва конечно же стала причиной локального всплеска интереса к рисковым активам но здесь нужно разграничивать как бы новостной фон влияющий на инструменты раз вот по доллару иене мы с вами знаем что эта пара двигается непосредственно перспективами монетарной политики федрезерва и новостным фоном связанным с агия политическими рисками пока что с геополитикой спокойно мы как раз говорим о снижении о снижении этой пары потому что доллар будет испытывать давление в отношении евро сейчас после уже прошедшего заседания федрезерва мы можем снова переключать свое внимание на европейскую статистику говорить о том как и что будет делать дальше европейский центральный банк сегодня как раз друзья у нас 13 00 данные по ввп еврозоны и индексу потребительских цен данные снова разочаруют соответственно снова заговорят о важности усиления и большего смягчения монетарной политики поэтому по евро очень скоро прям в моменте может быть до конца текущего дня либо этой неделе что-то осталось я ожидаю разворота фунт против доллара 1 29 18 повторяю что следующая важная дата для британца это досрочные парламентские выборы которые состоят 12 состоятся 12 декабря джонсон смог протащить необходимости их проведения и фактически в третий раз за четыре года британцы пойдут на избирательные участки позитива фундаментального нету друзья вы должны понимать что джонсон лоббировал идею досрочных выборов потому что он понимает что вывести страну из ес ему удастся только лишь путем заручения поддержки со стороны скажем большего большей части палаты общин для того чтобы заручиться этой поддержкой ему нужно как раз инициировать выборы и убедить сомневающихся в том что его вектор является правильным джонсон по прежнему лоббирует идею выхода англии состава с он категорически против очередных отсрочек но вынуждена сейчас англия столкнулся с еще одной отсрочка мы знаем что до 31 января принципе она будет выход англии будет продлен но в конце концов все равно в конце января вернемся к вопросу того на каких условиях англии нужно покинуть состав и с и в этот раз возможно у джонсона будет уже достаточная поддержка большинства чтобы реализовать идею жесткого брекзита я склонен полагать что фонд все-таки больше будет позиционно терять и доллар канадец 13158 сейчас котировки мы тестировали уровень 132 друзья будет еще выше профит не фиксируем потому что банк канады первый раз за долгое время признал негативное влияние на канадскую экономику торговой неопределенности слабости энергетического сектора признал что стоит осмотреть такое понятие как страховочное снижение процентной ставки пока что может быть оно неуместно но если ситуация дальше будет ухудшаться по статистике мы это поймем то скорее всего в январе все-таки увидим снижение процентной ставки поэтому те кто на выкупил пару доллар канадец на низах друзья вы большие молодцы я думаю что эта сделка принесет очень хороший результат на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания